МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите прямо сейчас. Развитие регионов. Глава Чуваши принял участие в заседании правительственной комиссии. Ильинская волна. В республике прошло первенство по спасательному многоборью. Найти солдата. Общественники и поисковики помогают узнать о судьбах фронтовиков. Сегодня глава Чуваши принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. С подробностями из Москвы. Мой коллега Дмитрий Ковалев. Сверить часы и расставить акценты. На повестке расширенного заседания правительственной комиссии социально-экономическое развитие регионов. По итогам работы за полугодия большинство субъектов страны показывают хорошую динамику. Отметил в своем докладе вице-премьер Виталий Мутко. Об этом можно судить и по тому, как исполняется бюджет. Более 70 регионов нарастили доходы и сократили госдолг. Чтобы стабильность была, чтобы доходы мы не изымали. Мы приняли решение об изъятии 1% налога на прибыль, но сконцентрировали ее в бюджете. Это нам дает возможность. Мы увидим, что он неплохо наполняется. Дополнительно 63 миллиарда рублей, которые мы уже в июле-августе направим на сбалансированность бюджетов субъекта Российской Федерации. Сохранятся параметры и подходы по бюджетным отношениям, субфинансирование, проценты субфинансирования. Мы проинформировали коллегу-губернатору о подходах в наших подходах правительства в дотациях на сбалансированность бюджета. Продолжает расти и доходная часть бюджета республики. Глава региона отметил, что по итогам этого года прогнозируется профицит казны. В приоритете повышение эффективности управления общественными финансами. Мы входили и входим в десятку лучших регионов по эффективному управлению общественных финансов. Это во-первых. Во-вторых, касаясь мероприятий национального проекта, мы участвуем в 52 национальных проектах, федеральных проектов. То есть вот эта слабоченная команда работает на сегодняшний день на улучшение благосостояния жителей Чувашской республики. Наша задача – отслеживать качество выполняемых работ, подключать общественность для комплексной оценки выполняемых работ. Члены правительственной комиссии обсудили реализацию национальных проектов. В федеральном центре намерены установить критерии, по которым и будут оценивать работу местных властей. Финансовая поддержка регионов увеличится. С этого года, начиная, дополнительно субъекты начнут получать очень серьезные ресурсы. Вот в этом году это 590 миллиардов рублей. В следующем году 650 миллиардов. Это сверху тех межбюджетных трансфертов, которые мы даем. Мы будем выходить на снятие всех межбюджетных ограничений. Попытаемся, чтобы все эти деньги были расписаны на все 6 лет. В соответствии с указом президента, принято 15 критериев, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти, деятельность губернатора. Правительство в ближайшее время определит методики. Мы, учитывая то, что у губернатора могут быть вопросы по оценке эффективности, мы создали специальную комиссию при президиуме Совета по нацпроектам. Экономические показатели должны расти и в муниципалитетах. Для этого в правительстве рассчитывают принять новую госпрограмму по развитию моногородов. Для республики это крайне важная инициатива, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь города Канаш, объекты на стадии завершения. Первые резиденты уже начали реализовать свои проекты. Город Новочебоксарск, все помнят, безработица была на уровне 9%. Сегодня практически рабочих мест мы создали достаточно. И Химпром, как градообразующее предприятие города Новочебоксарска, модернизирует сегодня производство. Идут процессы диверсификации производства. И вот так поэтапно, по шагу будем отрабатывать, защищать свои проекты. Для того, чтобы, привлекая дополнительные федеральные инвестиции, мы могли улучшить социальное самочувствие горожан. Статус моногорода считают разработчики программы. Должен помочь с привлечением инвестиций в экономику. Еще раз сегодня коллеги поднимали вопрос, статус моногорода определить. Он законодательно нигде не закреплен. То есть вот эти все вопросы как раз в этой госпрограмме и будут решаться. И законодательно, экономически, и финансово. Правительство должно уже определиться по такому инструменту, как территория, опережающая социально-экономическое развитие. Потому что мы приостановили создание новых торм, моногорода. Некое уточнение провели. Моногорода получат и дополнительную поддержку из федерального бюджета. Конкретные предложения регионов рассмотрят на ближайшем заседании правительственной комиссии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Лучшие врачи России. Минздрав опубликовал итоги ежегодного всероссийского конкурса. В этот раз поступило почти 600 работ и 60 субъектов. В числе победителей три специалиста из нашей республики. Лучшим инфекционистом страны признана Татьяна Иголкина. Она работает врачом-дерматовенерологом в республиканском кожно-венерологическом диспансере. Еще один медик из Чувашии Нина Алексеева, заведующий отделением городской стоматологической поликлиники, заняла первое место в номинации «Лучший стоматолог». Лучший врач медицинской реабилитации Кирилл Нестерин, заведующий профильным отделением городской клинической больницы номер один. В день республики в Чувашии спекут огромный национальный пирог-хуплу. Кулинар изготовит его в виде огромной книги весом в 300 килограммов и длиной 30 метров. Это угощение получат все участники и гости праздника. Чем еще будет интересен день республики в этом году? Далее в сюжете. В этом году программа «Дня республики», как всегда, насыщена и содержательна. Выступит сводный хор в Чувашии. Состоится традиционный фестиваль «Родники России», межрегиональный конкурс гармонистов-любителей России «Играй гармонь» и седьмой праздника году. Впервые в рамках «Дня республики» пройдет всероссийский детский открытый фольклорный фестиваль «Легенды, сказки, предания», где примут участие 16 коллективов из 11 регионов. Вообще в эти дни в Чувашии ожидается большое количество гостей. К нам приезжают гости из 42 регионов России. Это очень большое количество гостей, ожидаем. Также коллективы у нас «Республика Беларусь». Это профессиональный коллектив Гомеля. И кроме того, что приезжает АДЛ, это Чувашский национальный культурный афтомис, свой ансамбль представляет, то есть получается, что два коллектива к нам приезжают. А также мы ждем гостей из Болгарии. В сего мероприятиях вместе с коллективами Чувашской республики мы ожидаем только артистов, более 6 тысяч человек. 23 июня в Мариинско-Пасадском районе состоится 17-й всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь-Мастеровая». А село Старый Айбейси Алатарского района 23 июня приглашает гостей и жителей республики на открытие этнографического парка «Русская, Чувашская и Мордовская культур». В нем примут участие и представят свои креативные, ремесленные и творческие площадки 16 поселений района. Здесь же запланировано выступление театральных коллективов республики. Подарком для горожан и гостей станет выступление солистов советской и российской музыкальной группы «Дюна», Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой. Завершит торжества фестиваль фейерверков. В результате онлайн-голосования название теперь у нас носит этот фестиваль «Азамат». И в 19-м году, то есть в этом году в рамках этого фестиваля планируется участие пяти команд. Четыре – это российские команды, изъявили желание участвовать команды из Чебоксар, Москвы, Сергиево-Посады, Санкт-Петербурга. Ну и еще ожидается участие команды из Киргизии. Этими командами будут представлены фейерверчные показы, и, безусловно, они будут посвящены 550-летию города Чебоксары, ну и столетие автономии Чувашской республики. 23 июня каждая команда, участница фестиваля, они представят визитку и пиротехническое шоу под музыкальное сопровождение. Ну а 24 июня у нас уже состоится награждение победителей. Галина Титарчук, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика. К столетию образования Чувашской автономии. В деревне Нискосы Маргаушского района завершается ремонт сельского клуба. Как будет выглядеть новый дом культуры в нашем материале? Отремонтированный фасад, новые пластиковые окна и двери. Такого масштабного ремонта в Нискосинском клубе не было никогда. Рабочие укрепили фундаменты, стены, заменили систему отопления. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Отдыхать культурно смогут жители девяти близлежащих деревень. Данный дом культуры построен в 1964 году. После этого ремонт такового не проводился, из-за этого обвешал. Выделено, получается, 7,5 миллионов. Это по основной программе. Дополнительно с помощью района и бюджета сельского поселения было выделено дополнительно более 2,5 миллионов рублей. Так как денег не хватало, требовалось больше вложить. Речь о средствах, которые выделили на празднование столетия образования автономии. Общая сумма 625 миллионов 430 из федерального бюджета. Всего до 2020 года в республике отремонтируют 56 учреждений культуры. Татьяна Андреевна, Сусметова, Павел Рядков, Республика. Скоро вся страна отметит День памяти и скорби. 22 июня, 78 лет назад, началась Великая Отечественная война. В деревне Татарский Тимяши Батревского района установили памятник воинам, павшим в годы войны. На шести гранитных плитах увековечили имена почти 150 земляков. На этом памятнике имена детей, отцов и дедов, односельчан и земляков. Спустя 74 года со Дня Победы их имена увековечили. Решение поставить памятник приняли жители деревни. Нашему подрастающему поколению, чтобы они не забыли наших отцов, которые нам дали вот такую счастливую жизнь, сложили головы свои и решили поднять памятник. Деньги на мемориал собирали жители двух соседних деревень. Татарские Тимяши и малые Шигарданы. Собирали по копейке, говорят они. Каждый сдал столько, сколько смог. Всего фонд средства внесли почти 200 человек. Большую помощь оказали земляки, которые живут в Москве, в Казани, в Перми и других уголках страны. Все, что планировали, все сделали. Радуются теперь жители. Ольга Алексеева, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Проект «Судьба солдата» добрался и до Чувашии. Общероссийский народный фронт открыл свои приемные у нас в Республике. Это помощь тем, кто потерял родных и близких в годы войны и хочет узнать, где воевал фронтовик, каких удостоен наград. Народный фронт, здравствуйте. Да, конечно. Да, можем. К ним пишут и звонят. Реже приходят лично. Общественная приемная собирает заявки от родственников, которые хотят узнать судьбу солдат, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В анкетах они указывают все известные факты. В приемной их дополняют информацией из электронных баз данных Минобороны. Всю собранную информацию предоставляют поисковым организациям, которые работают на раскопках по всей России и за рубежом. Есть базы данных электронные, и есть возможность узнать, где служил твой родственник, где погиб, какие награды у него были. То есть обычному человеку трудно во всем этом разобраться. На самом деле есть очень большие массивы информации о наших согражданах, которые погибли во время Великой Отечественной войны. И вот мы принимаем такие заявки. Я знаю, что на сегодняшний день обратились 13 человек у нас в Чувашии, и мы выясняем судьбу. Общественные приемные в Чебоксарах открыты в Национальной библиотеке, в Доме Союзов, в Шумерле, на базе Краеведческого музея. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Улики сожгла, а видео осталось. Суд вынес приговор жительнице Вурнар, которая уничтожила материалы уголовного дела. Сделала эта женщина прямо во дворе здания суда. Пожилая жительница Вурнар работала там техническим работником. Там же трудился и ее друг. Однако его уволили. За это женщина решила отомстить. Из кабинета судебного секретаря вместе со старыми журналами и газетами она вынесла папки с материалами по уголовному делу. Их она сожгла в самодельной печи прямо во дворе суда. Ее действия запечатлела камера видеонаблюдения. Результатом умышленных действий явилось необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела по существу, нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, а также нарушение коэффициентных прав граждан на доступ к кровосудию по уничтожному уголовному делу. С учетом личности виновной, суд определил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Министр спорта Чувашии Михаил Багаратов отметил, что поступившая информация стала для ведомства шоковой. Официального комментария от независимой национальной антидопинговой организации, которая вела расследование с 2017 года, пока нет. Официальной информации мы пока на данном этапе не обладаем. Обладаем той информацией, которая была у нас в июне 2017 года. При оказании медицинской помощи 8 июня 2017 года сотрудниками полиции РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата. Особо хочу остановиться еще раз. Этот препарат не входит в запрещенный список лекарственных препаратов. Здесь речь идет об объеме вводимого лекарственного препарата. В объеме 250 миллилитров он вводился. Внутривенные инфузии и инъекции в объеме более 50 миллилитров в течение 6-часового периода отнесены постановлением правительства России к запрещенным методам. При этом медицинские работники учреждения пришли к единому мнению, что указанный метод запрещен для использования в объеме более 50 миллилитров непосредственно за 6 часов до соревнований, что привело к ошибочной тактике работы со спортсменами. По словам заместителя главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, такого больше не повторялось. За время проверки РУСАДА опросило более 140 человек. По данным агентства, возможно, более 60 случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 спортсменам планируется открытие дела о возможном нарушении антидопинговых правил. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. В 2018 году на водоемах Чувашии погибли 32 человека, из них пятеро – это дети. Если сравнивать с прошлыми годами, то цифра значительно ниже, что не может не радовать. В ГИМС МЧС Чувашии не исключают, что данные показатели, в том числе и итог их профилактической работы. Кстати, в этом году Государственной инспекции по маломерным судам исполняется 35 лет. Седьмое по счету межрегиональное командное первенство по спасательному многоборью на открытой воде «Ильинская волна» решили посвятить этой дате. На острове «Зеленый», что в районе населенного пункта Шишкара Маргаушского района, собрались команды школ Чувашии, Республики Мариэл, а также наша съемочная группа. За победу в первенстве боролись старшеклассники Ильинской школы Маргаушского района, их сверстники из Кузнецовской СОЖ, Горноморейского района Республики Мариэл, Чебоксарская школа номер 50, Кадетского лицея города Новочебоксарска и Парецкого района. Учебные заведения выставили на турнир по одной дружине. В составе каждой шесть человек, три юноши и три девушки. Для кого-то это первое соревнование, а кто-то уже водружал над головой переходящий кубок. Результаты были у нас. Школа поменьше была, мы всегда там в призовых были, и первые занимали, и вторые были. А что нам труднее было, мне лично труднее было за них болеть. Трудно, чтобы они выигрывали, а детям можно спросить, чтобы им труднее было. Почему именно тебя выбрали капитаном? Может быть, из-за того, что я ездил по разным соревнованиям, и учитель обошел, видел мои навыки и сделал меня капитаном. Куда ты ездил, расскажи. Мы ездили на Зорницу, показали неплохие результаты. Учитель был рад, видимо. Не только я, и дирекция тоже. Мы в районе там, они, командир заняли третье место общекомандно, среди 20 школ в Зорнице. Он тоже вот доверие к нему от этого возникает. То, что он молодец, сможет, поэтому. Первым делом ребята показали свои навыки и умения использования спасательного устройства под названием «Линь» или «Конец Александрова». Это тонкий корабельный трос, широкой петлей, снабженный двумя поплавками. Спасатель забрасывает его утопающему. Тот берет за петлю руками или надевает ее себе под мышки, после чего спасатель подтягивает его к судну. Здесь важны точность и сила броска. Как, впрочем, и во втором испытании, где спасать условно утопающего пришлось с помощью круга. Он и тяжелее, и массивнее, поэтому судьи решили сделать небольшую поблажку юным участницам. Наша задача – спасти человека. Вот с этого пирса. Как мы будем спасать, да, Витя? В принципе, нам чем быстрее, тем лучше. То есть разрешается толкать лодку своим. Если кто-то вас, например, захочет, застучиться и в воду зайти, это не будет ошибкой, например, да? Толкнуть, помогать. Но все должно быть четко. Поехали, буй, объехали, сюда также носом зашли, вышли. Пока те люди садятся, вы снимаете жилеты. Они сели, жилеты передали. Вы в лодке их должны полностью вот так застегнуть. Только потом тронуться. В то время, пока спасательная операция проходила с берега, на помощь поспешили и с воды, на лодках. Эстафету важно было пройти не только аккуратно и правильно, но и по возможности быстро. Ведь в реальных условиях время для спасателей имеет критически важное значение. Поддерживали команды не только группы болельщиков, добавляли скорости педагоги и тренеры. Елена Кузьмина, классный руководитель 7-го В-класса, школа номер 50, уже во второй раз привозит своих учеников. Ребята со 2-го класса в полном составе ходят в кружок спасателей. Навыки отрабатывают на набережной Волге. Было очень сложно, когда мы плыли на лодке, потому что лодка очень легкая, весла они древянные, плохо гристи. Ну, еще было сложно девочкам, наверное, думаю, круг кинуть. Но мы справились, правда? Мы справились. Практические задания сменились теоретическими. Над одним вопросом думали всей командой. Еще над одним только капитаны. Им ли не знать, сколько рек впадает в Волгу? Если точно, то 256. Наиболее крупные – Кама, Сурави, Тлуга. Сплав теории и практики – самый надежный способ обеспечить безопасность на воде. Наш инспекторский состав, Государственная инспекция по маломерным судам, вместе с членами оригинального отделения «Восвод» проводят большую профилактическую работу. Предупреждение несчастных случаев на водных объектах. Из года в год, как бы мы ни общались, ни беседовали с детьми, ни проводили занятия в школах, в детских садах мы уже начинаем с детьми и разговаривать про то, как себя вести около водоема на воде, про безопасность на водных объектах. К сожалению, у нас из года в год гибель детей на водных объектах не проходит, имеет место быть. Отдельно хотелось бы, конечно, обратиться к взрослым, что при нахождении на водоеме, при купании, при отдыхе рядом с водоемом, за детьми нужен глаз да глаз, потому что основная причина гибели детей на воде – это, что дети у нас без присмотра взрослых развлекаются, отдыхают, играют на воде. В итоге переходящий кубок в этом году забрали новочебоксарские кадеты. Второе место заняли учащиеся Ильинской СОЖ и третьими стали юные спасатели столичной школы номер 50. Анжелика Иванова, Соня Родионова, Республика. Лучший в столице, лучший в республике и один из лучших в стране. Дмитрий Егоров, ученик 10-й школы Чебоксар, стал полуфиналистом всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Наш корреспондент Ольга Алексеева встретилась с ним и узнала о его планах на будущее. Егоров Дмитрий, Республика Чувашия, Василий Шукшин, Чудик. И вот накупил он гостинцев и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать. Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей 50-ти рублевая бумажка. Ха, такая зеленая дурочка, лежит в себе, никто ее не видит. В полуфинал конкурса чтецов Дмитрий Егоров попался второй попытки. С выбором произведения Василия Шукшина «Чудик» помогли преподаватели театральной студии «Зеркало», где он занимается 4 года. Главный герой этого рассказа, Чудик, он чем-то похож на меня. Он пытается быть смешным, он очень любопытен, пытается понравиться людям. И, наверное, именно поэтому я выбрал это произведение. Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. Участие принимают самые талантливые ребята страны, ученики пятых, одиннадцатых классов, которые любят читать книги и считают, что именно чтение помогает развивать интеллект и способнать мыслить. Живую классику делаешь ты! 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 Полуфинал, в котором принял участие Дмитрий, прошел в Международном детском центре «Артек». Отбор был серьезный. Из двух с половиной миллионов юных чтецов выбрали около 50 лучших. Чебоксары – это город, где сбываются мечты. И моя мечта уже в какой-то степени осуществилась. Я вышел в полуфинал, я поставил себе новую цель и буду идти к ней дальше. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова